Виталий, приветствую тебя в начале новой недели. Мы по традиции с тобой прям открываем пятидневку. Опять же, сегодня мы говорим о рынке после Non-Farm Perils. Я думаю, что ты, как трейдер, который постоянно практикует, следил за этим отчетом в пятницу. И точно уж со мной согласишься, что нынче, как говорится, Non-Farm уже не те. Я помню времена, когда на этом отчете рынок ходил на несколько фигур, причем и фондовый рынок тоже, и валютный уж тем более. Сейчас даже на том факте, что это беспрецедентный отчет, который фактически является доказательством негативного влияния пандемии на американскую экономику, мы получили исторический провал по рынку труда США, но реакция такая, как будто бы это был обычный, ничем не примечательный и не выдающийся Non-Farm. И по индексу доллара даже умудрились после небольшого роста все равно закрыться в минусе. Я, честно говоря, удивлен. Такая динамика меня расстраивает, потому что я все-таки, как и любой трейдер-спекулятор, привык к насыщенным торгам. Ну, что уж тут поделать. Мы можем сколько угодно предполагать, но располагает всем в конечном счете рынок. Виталий, давай тогда с сегодняшним текущим идеям начнем с меня. Демонстрация экрана тогда. Секундочку. Так, в прошлый раз у нас с тобой было, точнее у меня, это сделки по продаже британской валюты. Собственно, продажи были с отметки 1,2420, но сейчас мы котируемся чуть ниже. По факту могу сказать то, что идея довольно неплохо себе отработала, потому что лоу, который мы фиксировали по итогам, это получается уже пятница, четверга, то есть после заседания Банка Англии, 1,2265. Я отмечу, что я не закрывался, я все-таки ориентировался на более глубокое снижение, потому что фон, который мы видели, располагал к этому. Повторюсь, что первое выступление новоиспеченному главу Банка Англии Эндрю Бейли. С его слов, Банк Англии будет дальше стимулировать экономику для того, чтобы минимизировать последствия влияния пандемии. По основным параметрам все осталось без изменений, ставка 0,1, объем программы количественного смещения 645 миллиардов. Однако, что важно, что Банк Англии признал, что второй квартал будет беспрецедентным. По провалу 30%, собственно, мы ожидаем снижение. Я думаю, что реальные цифры могут быть еще хуже. Отмечу также, что в это воскресенье Борис Джонсон отметил, что меры карантина в подавляющем сфере, в большинстве случаев, они останутся в силе как минимум до конца июня. Лишь небольшое смягчение, которое сейчас будет, но я в целом считаю, что на экономику, на ее оздоровление никак эти небольшие послабления не повлияют. Поэтому, друзья, те, кто присоединился к этой позиции, я рекомендую держать. Все-таки есть потенциал ухода в район отметки 1,22 и ниже. Второй момент. Я делал акцент на снижение нефти. Одну секундочку. Собственно, предлагал продавать с уровня 30-40. Сейчас мы повыше. Я закрылся по безубытку, но все равно к нефтянке присматриваюсь с точки зрения продаж. Тем, кому интересен этот рынок, я рекомендую следить за моим аналитическим творчеством на нашем канале на YouTube, на брифингах. Я, собственно, каждый день рассказываю о том, что интересного по нефтянке. И когда есть хорошие возможности, даю конкретные целевые ориентиры. Пока по рынку нефти вне, собственно, трейдинга. Что касается сегодняшних идей, давай тогда к ним перейдем. Начнем с евро-доллара. Я предлагаю прям продавать с текущих значений. Сейчас котировки 1,08 на 40. И ориентироваться на тест поддержки 1,07. Вот никак лично даже сколько бы я ни визуализировал, не удается дотащить пару евро-долларов дотуда. Хотя вот сейчас фундамент к этому располагает. Сегодня, опять же, я свою продажную сделку опираю на комментарии бывшего министра финансов Германии о том, что существует высокая вероятность развала еврозоны. Мы об этом на брифингах очень много и не раз говорили. Я думаю, что к концу этого года тема будет актуальна. Сейчас лучше опираться на последний комментарий Кристин Лагард, которая в пятницу на пресс-конференции подтвердила, даже несмотря на решение Конституционного суда Германии, все-таки сохранить позицию по доп. стимулированию и распаливанию, скажем, резервов и ресурсов, которые имеются через программу количественного смягчения. Также Европейский Центральный Банк впервые признал, что рассматривает возможность покупки мусорных облигаций. Это как раз к вопросу о том, будет ли новое расширение. Если они признают, что мусорные облигации теперь тоже будут в ассортименте покупаемых бумаг, то это равносильно увеличению программы количественного смягчения. Мусорные облигации нужно покупать, потому что у Италии это третье. И сейчас, конечно же, нужно Италии помогать. В эту пятницу, я думаю, что к этой сделке мы в плане комментариев еще вернемся, но я думаю, что до пятницы как минимум короткую позицию нужно будет держать, потому что в пятницу данные по ОВП Еврозоны и Германии, там статистика еще больше разочарует. Что касается стоп-лосса, то предлагаю разместить его повыше этой свечи на отметку 1,0890. И вторая идея, она как раз приурочена к очень важному событию завтрашнего дня, это халвингу по биткоину. Биткоин в последние дни, выходные дал очень сильную коррекцию фактически. Ну вот прям вот этой свечой видно, все, что мы на неделе набирали, рынок обратно забрался. Сейчас котировки 8,689. Я предлагаю поставить отложку с уровня buy stop 8,800. low разместить где-то вот в районе 8,8100 и ориентироваться на тест сначала десятки, а потом полеты повыше. Если мы перед халвингом дали такую коррекцию, ну это еще одно доказательство того, что рынок очень нервозный, рынок активно ходит и вполне может показать не меньше прострел, только уже восходящий. Халвинг – событие важное, историческое, два халвинга было. Я рекомендую еще раз зайти к нам на канал на YouTube, посмотреть ролик, который посвящен специально халвингу и, опять же, анализу того, как биткоин реагировал на эти события раньше. Кому интересно, я думаю, что обязательно подчеркнут что-то для себя и будут использовать это в своей спекулятивной торговле. Виталий, на этом все, тогда передаю слово тебе. Демонстрация пошла. Хорошо. Так, всем здравствуйте еще раз. Сейчас дам комментарии по тем инструментам, которые мы обсуждали в прошлый раз и по основным, по нефтемарке Brent вкратце. По биткоину. Так, давайте начнем с биткоина, краткой комментарии. Вот помнишь, в понедельник, когда ты давал, помнишь, сигнал на покупку биткоина? Да, да, да. Да, я говорил, что может быть такое, что разведут вот эту толпу всю и скинут цену перед халвингом, потому что все будут ожидать сильного роста, да, там, как в прошлый раз ты приводил пример, что он там 400 раз вырос после халвинга. Ну, в течение года, правда. Да, да, ну, возможно, не исключаю меня, но, в принципе, как видим, скинули очень его хорошо в преддверии вот этой битвы. Сейчас пишут так, да. Поэтому сейчас по биткоину, в принципе, явнее рынка, но вот эта идейка с тем, что будут разводить толпу, которые будут сейчас покупать. В принципе, покупки они немножко отработали, но, как видим, поводносили по тем ценам, которые давались в прошлый раз. Поэтому пока сейчас это просто сугубо краткий комментарий, потому что идея с разводом толпы, она немножко сработала. Что будет дальше, уже буду смотреть по мере, вот был хороший импульс низ, что это было? Это скинули, то есть вот эта структура движения дальнейшего вверх, она будет уже показывать, это скорее лонг или шорт. Поэтому это нужно будет еще долго смотреть, хотя бы недельку. И хотя бы посмотреть реакцию на халвинг, которая будет у нас завтра. Дальше. Краткий комментарий также по нефти марки Brent. В пятницу в обзоре говорил, что вижу, возможен лонг, он, в принципе, подрос, но как-то дальше мы не двигаемся вверх. В принципе, я на сегодня вне рынка, но не исключаю дальнейший лонг, кто покупал после открытого микрофона. Можно там без убытки посидеть или стоп за минимум четверга. То есть, в принципе, не исключаю дальнейший сильный рост с этого накопления, как и говорил в прошлую среду, что здесь будет какой-то расколбас, и мы набрали. Дальше. По тем идеям, которые я давал в среду, говорил о покупках австрийского доллара и новозеландского доллара. Идеи отработали, но там были две оговорки. Первая – это вход с короткими стопами и вход со стопами за минимумы, которые были. Вот у нас австрийский доллар. Этот стоп не снесли. Это, скажем, был более правильный стоп за этот минимум, потому что это был, я называю, заходящий локальный импульс. В принципе, коррекция. Мы дальше продолжили. Кто ставил короткие стопы, которые я давал так же, как вариант с короткими стопами, то эту идею вынесли, но, в принципе, рост с австрийским долларом, он себя оправдал. Мы отросли там чуть ли не 150 пунктов с текущих, которые я давал здесь роста, потому что здесь дневки, они были сугубо лонговые, то есть здесь никаких шортах не было. И новозеландский доллар, в принципе, аналогично. Он чуть-чуть по-другому вынес минимумы вот этих. То есть это была у нас вот среда вот здесь, покупочку. Он отработал лонг, но стопы снесли. В принципе, в таком случае, считаю, идею, скажем, как бы отработаны, но с перезаходом, я сам лично перезаходил здесь, но стоп повыносили, который я давал в рекомендации. Поэтому этот рынок, нужно за ним наблюдать и, скажем, двигаться. Дальше. Что касается текущих идей на сегодня, вернемся к евро-доллару. В пятницу ты по поводу, сказал, отметил по поводу нонфарм, что они все слабее и слабее. Я, кстати, заметил, да, в последний год, даже чуть ли не два года, нонфармы, скажем, очень-очень мелкие движения по евро-доллару. Да-да-да. Да, сильный, да, неинтересный инструмент. И в пятницу, кто смотрел на микрофон, говорил, что ожидая рост евро-доллара, он, в принципе, произошел, но это пока такой копеечный рост, мы здесь где-то общались. Ну, пунктов 50, полфигуры, это слишком мало, да. Я ожидал в средние сроки, что мы будем расти где-то хотя бы там пунктов 150-200 и дальше уже смотреть на 1.10, возможно, если будем пробивать и так далее. Поэтому на сегодня ты дал шорт идеи, я дам идею лонг на покупки с текущих. Но здесь, скажем, было бы правильно посмотреть, как сегодня закроется дневка, но так как у нас нет времени, потому что если дневку сегодня зажму где-то вот сюда, то, в принципе, здесь уже будет скорее, возможно, даже шорт. Но так как мы ее еще не видим, нужно, скажем, дать какие-то рекомендации. Я дам лонг с текущих, это пусть будет там у нас сейчас текущая цена 1.08.30, можно там покупать 1.08.20, ну, кто где посмотрит эфир. То есть вот на этих минимумах, пятничных, я бы покупал евро со стопом за минимум четверга. То есть это 1.07.60 пусть будет стоп. И лонг у нас, скажем, цели в район 1.09 и в район 1.10. То есть это такие цели на неделю по евро-доллару. Я, в принципе, описывал, почему я вижу евро еще в пятницу. Здесь как-то очень заметно, что одинаково выкупают данный инструмент, что несколько недель назад, вот аналогично было четверг, пятница и так далее. То есть одно и то же. Поэтому ожидаю здесь роста. Дальше, в принципе, хотел дать зеркальную идею по доллар-франку, тоже шорт, но воздержусь пока, скажем, потому что это зеркальная одинаковая идея. Дам что-то более интересное. Это золото. Золото аналогично, как и евро. Я бы дал рекомендацию с таким, скажем, лимитом, то есть рыночным форматом, что нужно посмотреть, как сегодня дневка закроется. Это будет, точнее, нужно смотреть уже завтра, вторник. Если мы сегодня сумеем закрыться ниже 1711, цена закроется ниже, желательно, чтобы она закрылась где-то в диапазоне 1705-1706, ну, плюс-минус, то есть в таком формате. То я ожидаю, что здесь может быть достаточно сильное движение по золоту вниз, в район снова вот этих минимумов, 1680. И если будем пробивать вот этот минимум, может обвалиться хорошо, в принципе, как вот здесь, на 200 баксов вниз. Не исключая такого снижения. Но если дневка сегодня закроется выше 1711-12, то, в принципе, здесь дальше ломают вот это все уровни, вот эти зажатия вниз, то могут просолить очень хорошо в район 1750 и, возможно, 1800. Поэтому это такой будет лимит, скажем, как в этом есть. Вот эти договора можно составлять, знаешь, с помощью эфира. То есть, возможно, слышал. Да, с отложкой, да. То есть, поэтому это будет такая рекомендация. Пусть ребята могут, кто хочет рискнуть сегодня, шартануть, но я бы посоветовал завтра с утра посмотреть. Желательно, чтобы цена закрылась ниже. Поэтому, скажем, здесь может получиться довольно интересный шорт. И со стоп-лоссом, если завтра будем шортить, это 1725 можно поставить стоп-лосс. То есть, вот такие две рекомендации по рынку. Евро, лонг и золото. Возможный вариант завтра шорта. Виталий, ну, спасибо тебе за такой интересный смарт-контракт эфировский по золоту. Я думаю, что действительно, по факту выхода из этого сужающегося треугольника может что-то получиться. Точно получится. Увидимся мы с тобой в следующий раз в среду. Поговорим о том, как отработали текущие идеи. Посмотрим, что, в принципе, с рынком будет дальше. Спасибо тебе за то, что смог найти время. Удачных торгов тебе, Виталий, и всем, друзья, кто будет просматривать это видео. Всем пока. Спасибо, до свидания. Спасибо.